Субтитры сделал DimaTorzok Как я говорил, во время превью есть два варианта Либо это будет очень нишевая консоль И для фанатов Нинтендо, тех кто понимает или хочет другие игры Или мы все вот со своим скепсисом чего-то не догоняем И Нинтендо снова выстрелит И пока сложно сказать как все будет в продаже Сейчас на данный момент Нинтендо Свитч разлетается как горячие пирожки Она продается быстрее даже чем Wii в свое время А Wii продавалась рекордными темпами И была самой популярной консолью Как это не забавно, да, предыдущего поколения Но как это будет все на долгоиграющей перспективе Пока все равно говорить рано Но понятно, что Нинтендо Свитч уже приковал к себе недюжинное внимание На западе ее действительно раскупают И для Нинтендо это большой успех Потому что с Wii U такого не было Тогда им не удалось создать консоль Которую бы там все захотели Со Свитчом все иначе И вот почему После нескольких недель использования могу сказать Что самое большое, что удивляет Нинтендо Свитч Что все идеи Нинтендо реально работают Если когда я смотрел первый анонсовый ролик И там вот показывали всех этих людей Которые там радостно что-то играют на пати Таскают с собой Нинтендо Свитч в аэропорт Там в ресторан На какие-то барбекю вечеринки Ну я это не мог спроецировать на себя И на своих друзей И оказалось, что все действительно так Когда у тебя появляется этот гаджет Ты начинаешь его везде таскать Всем показывать И всем становится интересно И все начинают играть И расплываться в идиотских улыбках Вот реально просто фотографируешь людей Во время игры И это выглядит как гребаные стоковые фотографии Счастливой семьи Интересно, эти штуки просто Печеньки не просто И в этом, в общем-то, и есть основная сила Нинтендо Потому что если остальные компании Да, там, Sony и Microsoft Они только заигрывают С таким пати-геймингом И семейными играми То Нинтендо, ну, явно в этом Имеет огромный опыт У них какая-то своя, что ли, магия Да, свое обаяние И при том, что она сама по себе За эти годы, ну, как бы Не сильно-то меняется, да Я говорю В Нинтендо Свитч в плане игры На данный момент нет ничего кардинально нового Но поскольку мы играем во все это очень-очень редко Когда вот Нинтендо приходит раз в несколько лет С новой конселью Ты снова получаешь этот заряд эмоций Снова расплываешься в этой идиотской самой улыбке И с друзьями, да Там, с их семьями Вы начинаете действительно в это играть Совместно А не так, что кто-то один играет А все остальные, да Там, смотрят, как он это делает Я не могу не отметить Насколько бережно И с любовью И с душой Ну, вообще сделано все, что касается Нинтендо Свитч Особенно С прицелом на русского покупателя Нинтендо явно хотели По-нормальному Наконец-таки Зайти на наш рынок И сделали для этого даже Ну, совсем необязательные вещи То есть, например Да, понятно, что Консоль на русском языке Интерфейс на русском языке Но они перевели все Все трейлеры, все заставки Да, они перевели Зельду И когда ты запускаешь Нинтендо Свитч Ты вот немедленно чувствуешь Вот эту заботу какую-то Ты действительно чувствуешь Что тебе хотели понравиться Ты включаешь консоль Ты запускаешь там раздел новостей В нем трейлер Зельды Но это не просто трейлер Зельды В нем появляется один из разработчиков Да, японцев И на ломаном русском Говорит тебе вступительное слово Меня Зубу Эйдж Аонума У меня есть Новость Джабаз Ты начинаешь лазать по менюшкам Изучать, смотреть Пользовательские обучающие видео И они тоже переведены на русский язык И это там достаточно дорогие ролики О том, как пользоваться консолью Ты начинаешь изучать всю эту информацию Так погружаешься И прям чувствуешь удовольствие от покупки Дальше выясняется, что у Nintendo Switch достаточно интересный оригинальный функционал Особенно в том, что касается семейного гейминга Я знаю, что меня смотрят в основном взрослые люди 25-35 и далее И я думаю, что именно эту возрастную группу сходу удивит Насколько крутой родительский контроль у этой системы Nintendo вообще очень серьезно подошли к вопросу Всем остальным производителям на зависть У них есть специальный апп для телефона С помощью которого можно полностью вообще настроить Как ребенок будет проводить время с консолью Прямо по дням недели По часам Сколько Со скольки до скольки Сколько часов он может играть Во что он будет играть В какие игры Может ли он общаться в интернете При этом приходит оповещение Что он делает в данный момент Если он пересиживает Можно послать ему предупреждение Эй, пора бы делать уроки Если он этого не принимает Удаленно вырубить систему И это показывает, на самом деле Насколько Nintendo, во-первых, бережно относится К своему семейному сегменту Во-вторых, как она понимает своих фанатов Потому что, ну, большая часть уже выросла У них есть семьи И, конечно, им нужен такой функционал И говорю, остальным производителям Нужно подхватывать эти идеи Это действительно такой родительский контроль Не для галочки А это действительно серьезный подход И это вот одна из деталей Которые тебя сходу вызывают Вот такое приятное уважение К создателям консоли Потому что это действительно Очень продуманный гаджет И вот эти мелочи Это только начало Да Кажется, одного напоминания не хватило Но нарушение правил Не удастся скрыть от родителей Дальше тебя начинает удивлять То, что весь этот функционал Весь этот трансформер Он действительно удобен в использовании Это непредаваемое чувство Когда ты играешь на консоли В большую взрослую игру Вроде Зельды И просто потом вынимаешь вот эту штучку Одеваешь джейконы И отправляешься куда бы то ни было И вроде как бы мы все про это знали Все знали, что эта штука так работает Но одно дело знать Другое дело этим пользоваться Ну то есть можете представить себе Все штатные домашние ситуации Ребенок сидит, играет На телевизоре Ты ему говоришь Давай, пули, уходи Он не обижается Он просто надевает вот эти ушки И идет в соседнюю комнату Продолжать свою игру Вам нужно выбегать из дома Просто хватаете с собой свитч И едете куда вам нужно И в пути играете Сидите вы в ресторане И едете на поезде куда-то Или в самолете И действительно это удобно Вы ставите консоль на специальную подставочку Берете джойконы в руки И вот, пожалуйста, полноценный игровой процесс Причем две половинки джойкона Как я уже говорил Во многих играх могут использоваться Как два полноценных контроллера И это тоже, опять же, круто Я вот много раз приходил в ресторан Подходили какие-то мои друзья, подруги Говорили, вот что это за прикольная штука Я говорю, давайте еще покажу Ставишь на подножечку Даешь второй контроллер И вот вы уже играете Ржете на зависимости окружающим То же самое, опять же, с детьми Сидят, мешают за столом Просто поставил, включил Все довольны И вот с этой схемой управления Когда консоль встает отдельно А вот эти два джойкона Становятся полноценными элементами управления Ну, на самом деле Я абсолютно недооценивал Насколько это будет круто Потому что вот этот способ Управления игрой, управления системой Я теперь использую постоянно И вот многие высказывали такое неодобрение В сторону количества различных опций и гаджетов Которые выпустили для этой системы Вроде вот этой вот зарядки Куда вставляются джойконы И все это превращается в геймпад такой домашний И у которого есть два варианта С зарядкой через USB Type-C И не зарядкой Так вот, друзья мои Оказалось, что вот эта вот штука Она нахрен не нужна И это такое самое большое заблуждение О том, как правильно пользоваться Nintendo Switch Потому что правильно им пользоваться именно вот так Когда джойконы лежат у тебя просто в руках И знаете почему? Потому что это, ну, реально Самый удобный способ играть в видеоигры Которые я когда-либо испытывал Я хочу такую схему управления для всех консолей Ну, просто потому что отныне Ваши руки не находятся в одной гребаной позе Когда мы сидим, играем на клавиатуре мышкой Мы кладем руки вот так И они постоянно у нас в этой позиции И у многих из нас были проблемы с мизинцем затекающим И прочим Когда мы играем на геймпаде Руки у нас вот так вот скованы Что тоже не очень хорошо Когда ты одеваешь ее, да, в портативный режим Консоль широкая И не во всех местах это удобно Например, вы летите в самолете Вы большой человек, как я И вы играете в Nintendo Switch Вот в портативном режиме И вы мешаете окружающим Но только не с этой схемой управления С ней вы можете делать вообще что угодно Положить руки вот так И никому не мешать Можете развалиться на диване вот так И играть просто как вам угодно Руки в этот момент просто отдыхают Это реально идеальный диванный гейминг В общем, самое главное Реально эмоция и открытие Такое, что меня удивило С Nintendo Switch Это вот этот способ управления Что он действительно удобный Что это новые какие-то ощущения от игры От контроллеров И действительно хочется его распространить На весь свой игровой опыт При этом это же моушн-контроллеры И когда вы снимаете В той же Зельде, например Появляются новые опции управления Можно действительно целиться из лука рукой Можно там применять всякий-то телекинезис С помощью именно взмахов руки Перетаскивать железные плиты Там дергать булыжники И прочее, прочее, прочее То есть появляется дополнительный игровой опыт Новые какие-то ощущения Это очень здорово А вот эту приблуду Вообще можете не покупать Она абсолютно не нужна Это просто опция Для тех, кто хочет играть на большом экране И в этот момент подзаряжать джойконы Потому что они в этот момент Не находятся на самой консоли Но тут такая штука Вот эти малютки джойконы Ни разу за все время использования У меня полностью не разрядились То есть они очень долго живущие Чего, конечно же, не скажешь о самой консоли Но у нее рантайм вполне себе хороший Три с половиной часа активной игры В тяжелые игры вроде ZELTA Это очень достойный результат И тем более есть разъем USB Type-C Ну и вы можете ее подзаряжать От обычного пауэрбанка Опять же, очень достойно Ну и возвращаясь к тому Что вот эта штука не очень нужна Лучше купить, потратить деньги На полноценный Pro Geempad Классический Он на удивление, опять же, достойный Очень хорошо сделан И он меня тоже удивил Оказалось, что у него есть встроенные Гироскопы То есть самые большие аналогии Он вызывает с DualShock 3 От PS3 Далее Сейчас в интернете уже Есть сообщения о браке Но сама Nintendo заявляет Что все в рамках допустимой статистики То есть меньше одного процента Ну и что там говорить Производство такого сложного устройства Трансформера Но оно не может находиться без накладок В остальном гаджет сделан Очень-очень-очень хорошо Он очень приятен тактильно Его приятно держать Он очень легкий, понятный и удобный Кстати, слово «понятный» Это, наверное, ключевое Потому что, ну вот, действительно Им можно пользоваться реально как угодно То есть, хочешь ты прикоснуться к экрану Здесь полноценный Touch Как в любом современном устройстве Не кривой, как можно было бы ожидать от Nintendo А действительно, все на уровне современных телефонов Просто понятно, удобно Хотя, казалось бы, Touch для этого устройства Ну, абсолютно не нужен Но они его сделали Молодцы То же касается экрана Яркий, красивый, сочный С высоким разрешением То есть, опять же, на уровне всех современных гаджетов Это меня очень сильно удивило Обычно при обзоре системы, консолей Я много времени уделяю интерфейсу Здесь он такой простой, понятный и удобный Что реально про него нечего рассказать У вас есть меню запуска игр Есть раздел новостей Магазин Папка со скриншотами Которые снимаются нажатием вот одной кнопочки здесь Меню настройка вот этих джойконов Половинок, потому что их можно использовать Как части геймпада Так и в этом горизонтальном режиме Когда они превращаются в два контроллера Ну и меню с разделом настроек Что касается записи игр на само устройство То, опять же, все очень-очень удобно Есть 25 гигабайт встроенной памяти Можно вставить SD-карту И закачивать все прямо на консоль Или пойти в обычный магазин Купить коробочную версию И вставить сюда картридж с самой игрой Охренительный гаджет Давно такого удовольствия не получал Ни таких новых впечатлений И давно не испытывал такого вот Приятного экстаза от нового устройства Но, к сожалению, есть у него еще один Пускай, наверное, и временный Но недостаток Это игры А точнее Их маленькое количество Ну то есть это классическая проблема На ночь Все-таки у консоли Всегда мало игр Всегда хочется больше И стартовая линейка на Nintendo Switch Но она такая классическая Есть один огромный блокбастер-тайтл Это Legend of Zelda Breath of the Wild Принцессу зовут Зельда Она моя дочь А ты, Линк Рыцарь, который защищал ее До самого конца Это игра, которая сейчас вот просто Затмевает все Получает десятки по всему миру Она систем селлер Ради нее люди идут Покупают в магазины Nintendo Switch И здесь есть одно но Зельда это действительно примечательная Приключенческая игра Уникальная во многом Но если вам вот подходит Такой тип приключенческого геймплея Это РПГ в открытом мире С уникальным геймплеем С уникальным вниманием к деталям То есть если она вам понравится Вы проведете в ней больше сотни часов И будете просто верещать от восторга Потому что ну такого геймплея Как в этой игре Ну нет ни в одной другой Это действительно по-японски Очень детализированная Продуманная По-нинтендовски Я бы даже сказал Детализированная Игра в открытом мире Где ты бегаешь Тебе никто ничего не объясняет И ты вот буквально методом тыка Щупаешь, да, этот мир Этот геймплей И он тебя постоянно удивляет То есть одной готовкой В этой игре можно заниматься часами Смешивая разные ингредиенты Получая разные зелья Она безумно атмосферная Очень милая Ты постоянно ощущаешь Вот в ней настоящий дух приключения И познание Познание этого мира И познание механики То есть, к примеру Здесь нету там Какой-то четкой задачи Вы забрались на башню Старик говорит вам Что вам нужно там Посетить несколько святилищ Но никто не говорит Где эти святилища И ты такой как дурак Вообще-то забыл Что такое может быть в играх Смотришь вдаль Видишь там вот эти Необходимые святилища Которые тебе нужно посетить Отмечаешь их себе И начинаешь к ним ползти При этом там Одно из них оказывается Где-то в горах В горах холодно Главный герой погибает От холода Методом тыка Опять же выясняешь Что есть некие перчики Которые можно собрать Которые позволяют тебе Приготовить зелье С защитой от холода И если смешать его С какими-то ингредиентами Оно будет дольше действовать И вот ты делаешь все Ползешь там Куда тебе нужно Выполняешь задачу И получаешь какие-то новые Геймплейные механики Они все очень интересные С одни связаны С перетаскиванием Железных предметов Джедайскими силами Другие позволяют Делать бомбы Делаешь бомбы Выясняется, что с помощью бомб Например, можно валить деревья Потом кидаешь еще раз бомбу Взрываешь эти деревья Остаются от них только щепки Эти щепки Опять же можно использовать Разводить с помощью них костер Нашел ты там какой-то доспех железный Надел его Весь идешь из себя Красивый Начинается дождь Молния тебя этой молнией ударяет Потому что у тебя железный доспех Опять же в тот же дождь Там Линк Он умеет ползать по скалам Если вы ползаете в дождь Он начинает соскальзывать И вот это все Просто можно продолжать До бесконечности Это очень живая Очень детализированная игра С, повторюсь Уникальным геймплеем Которого нигде нет И он постоянно обрастает Все новыми-новыми подробностями Это реально уникальная игра Уникальный открытый мир И понятно, почему ему все ставят десятки Но есть и определенная проблема В том, что если вам не понравится Такой тип геймплея То и Зельда вам не зайдет Вообще никак Потому что в ней практически нет сюжета Он такими мазками набросан То есть это игра Про такое индивидуальное приключение И если вам такое приключение не подходит То и Зельда проходит мимо К сожалению На твоем камне Шика Отмечено место Где находится эта деревня Иди к горам-близнецам Как пройдешь между ними Держись дороги на север Ну а остальные игры-линейки Они не столь амбициозные Хотя среди них тоже есть шедевры Например, Снипер Клипс Игра из разряда Когда ты смотришь на нее со стороны Думаешь Что за херня вообще происходит на экране Но как только ты берешь джойконы в руки Особенно с кем-нибудь И как раз она идеально подходит Для такого походного варианта Чтобы поиграть с подругой С другом Когда ты начинаешь в нее играть И показывать кому-то Все это превращается Прям в часы И увлекательного Ржачного Искреннего Просто задорного геймплея Опа! А мы у вас юно-то Вот так вот Садимая Ну потому что эта игра Ну это почти метафора На семейную жизнь В ней там две фигуры Мальчик и девочка Должны подстраиваться Друг под друга Отъедать друг у друга части Чтобы решить главаном Чтобы создать там Какую-нибудь фигуру Или запустить какой-то вот процесс Например там Отгрызь кусочек У одной фигуры Чтобы нажать кнопку Чтобы вторая фигура В этот момент Словила в выпавший мячик И забила его В баскетбольную сетку И это очень живая игра Которая открыта К разным способам прохождения С выгрызанием Вот у друг друга частей Действительно есть Большой простор для творчества Упал у вас мячик Выгрызли там Голову Мужу По округности Он поднял ей мячик И затолкал в корзину Очень здорово Очень круто И огромное количество уровней Огромное количество этих главаномок На одного игрока И на двух И на четверых То есть это настоящий Такой очень крутой Пати-гейминг И не на один час Мы вот сходу До пяти утра Проиграли в Сниперклипс Также по-прежнему Работает Бомбермен Это такая Суперклассическая серия Которая Берет начало Просто с истоков И Konami Сделали к выходу Новую версию В которой есть Одиночная компания Есть мультиплеер И вот она по-прежнему Рождает те самые эмоции И в ней действительно Весело Задорно Играть Как против компьютера Так и с друг другом Есть еще сборник One to Switch Это такой Ультимативный сборник Игр для вечеринки То есть Их там оказалось Просто дохренища Около 28 Единственное Что наверное Они не так сильно Проработаны Как виспортс И другие развлекательные игры На старте Ви Но зато берут чеснок И между всеми играми Очень легко переключаться И наспор Там набухло И в них играть Это очень простые По механике игры В которых В основном Приходится Много двигаться Ржать над соперником И над собой И в общем-то Судя по моему Фейсбуку Заходит One to Switch На ура Очень многие Постят фотки С корпоративов Дурачатся Изображают из себя Гарри Поттеров Самураев И доильщиков Коров В общем Для тех Кому нужен Пати гейминг Это такая Обязательная Игра на старте Ну вы Дебилы Слишком мы Слишком мы Смотри Кать Капец Что мы делаем Смотри Гимнаст В плане гонок Ничего примечательного Нету Придется подождать Марио кард Который Понятно Будет Великолепен Но Сейчас Есть только Фастер Микс На удивление Неплохой Представитель Жанра Аля Вайпаут То есть Это гонки На футуристических Автомобилях По сумасшедшим Трассам У этой игры Есть одно Такое Геймплейное Отличие От того же Вайпаута По всей трассе Раскиданы Зоны с ускорениями Различных цветов Синего И желтого И тебе нужно Прямо на ходу Переключать двигатель Из одного режима В другой И вот На самом деле Казалось бы Такая мелочь Но В короне Меняет Вот этот Классический Привычный Геймплей И еще Игра Очень красивая Лично Я в такое Очень давно Не играю В тот же Вайпаут Уже Тысячу лет Не играл Здесь Вот Прямо Вспомнил Детство Но Конечно Серьезным Тайтлом Это не назовешь Так вот Просто Развлекалочка Если нужны Гоночки Еще Конечно Есть Джаз Дэнс 2017 С которой Можно играть С джеконами Плясать Получать Удовольствие Это Такой Популярный Хит Массовая Игра И конечно Ей Определенно Есть место На Нинтендо Свитч И Ubisoft Подсуетились Молодцы Ну и Последний Примечательный Релиз На данный Момент В стартовой Линейке Это Shovel Knight Specter of Torment Это Популярный Инди-хит Последних Нескольких Лет Specter of Torment Это Такой Своеобразный Приквел Тире Расширенная Версия То есть В нем Есть И оригинальный Shovel Knight И компания Приквел И все Это С новыми Механиками В общем Более Чем Достойный Проект Чтобы Взять С собой В дорогу В остальном Увы Нинтендо Свитч Пока нечего Предложить Кроме Целого Пакета Игр С Neo Geo Это для тех Кто убивается По классике King of Fighters 98 Metal Slug Все-все-все Другое дело Что много Где во все Можно поиграть Доиграли Тысячу раз Это такая Нишевая история Для любителей В остальном Нужно ждать Новых релизов К концу года Будет Скорим В следующем Месяце Выходит Mario Kart 8 Это однозначный Хит Со стороны Не совсем Понятно Почему Нужно играть В эту игру Но все Кто начинает Всегда понимают Что Mario Kart Это очень Глубокая Гонка В которую Масса Веселья Так что Если вы никогда Не играли в Mario Kart Ну Определенно Стоит Попробовать Также В апреле Выходит Lego City Undercover Летом Нас ждет Arms Игра Где нужно Драться Джойконами На гигантских Роботах Ждет Нас Splatoon 2 Это тоже Сиквел Большого Нинтендовского Хита Мультиплеерного Ну а под Рождество Нас ждет Новый Марио И как бы Забавно Кому-то Это там Не знающему Не казалось Все Марио Всегда Отличные Очень Большие Игры В общем Как я уже говорил В своем превью Это такой Минимальный Комплект Для выживания В первый год Системы Опять же Ничего Удивительного В этом нету Все игровые Системы Ну вот Так же Запускаются И вот Здесь Основной Вопрос А как Будет Дальше Насколько Разработчики Будут Все это Поддерживать Понятно Что Сама Нинтендо Будет Делать Игры И Они Всегда С этим Хорошо Справлялись Но Как показал Опыт Вию Если Разработчики Не поддерживают Консоль Потихонечку Задыхается Учитывая Успехи Свитча Которые Сейчас Происходят То Что На этот Раз Действительно Крутое Устройство Которым Приятно Пользоваться Мне Кажется Что Шансы На Такую Массированную Поддержку Сторонних Издателей Есть Посмотрим Как Будет На самом Деле Покупать Ли Нинтендо Свитч Сейчас Ну Лично Дело Каждого Для тех Кто хочет Что-то Новое Попробовать Кого Привычный Гейминг Уже Подзадолбал Ну Еще Это Прекрасная Консоль Для семейного Гейминга Для Объединяющего Гейминга В общем Итоговое Резюме Такое Гаджет Замечательный Дико Понравился Очень удобный Очень приятный В использовании Ну А дальше Дальше Все будет Зависеть От Игр Спасибо Что Смотрели Ставьте Лайки Если Понравился Такой Всеобъемлющий Рассказ Пишите В комментариях Что думаете Если У вас Уже Есть Нинтендо Свитч Пишите В комментариях Свои Отзывы Подписывайтесь На канал Если Еще Этого Вдруг Не Сделали Здесь Много Всего Интересного Ну И Увидимся В Следующих Сюжетах Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...